Приветствую вас и проблема знакомства с мужчинами, разно как и проблематика общения, это абсолютно разные вещи. То есть понятно, что если бы вы лучше могли общаться, если бы вы легче общались, если бы вам было проще, вот. Значит, то, соответственно, конечно, вам было бы легче тогда и знакомиться с мужчинами, вот. Но, тем не менее, смотрите, вначале вы задаете вопрос о том, как завязать знакомство с мужчинами, а потом говорите, что у вас какие-то трудности с общением, совершенно не знаю, что говорить и как себя вести. И, понимаете, сперва нужно обратить внимание на то, какие трудности у вас с общением. Почему вы отдергиваете себя? Вот вам коллега правильно сказал, что вы думаете о том, как бы выглядит хорошо. Вы думаете о том, чтобы о вас не подумали чего-то плохого. Это так. Ну так вот, проблема с общением, это проблема с чем-то общим между вами и другими людьми. Это проблема с тем, что вам интересно. Это проблема с тем, что вы считаете, что то, что вам интересно, ну, например, не может быть интересно другим, грубо говоря. То есть, если вам, если вас что-то интересует, то априори это, например, не должно интересовать других людей. Вот так вы можете думать. И, соответственно, происходит обесценивание. Обесценивание именно того, что важно вам. Обесценивание именно того, что для вас ценно, актуально и так далее. И вот с причинами обесценивания нужно разбираться. То есть, опять же, другой коллега вам правильно и совершенно сказал, что это было у вас либо в результате, значит, самооценки, страха, сценарное поведение, пересчитывание, пересчитывание негативный опыт. Вот. И, соответственно, это причина. Другой коллега вам пишет, что, значит, вы закрыты. То есть, вы задаете анонимные вопросы. Это свидетельство того, что вы закрыты. Вот. То же может быть. Понимаете? Но пока трудности сообщения вообще вы не разрешите, пока вы не будете позволять своим желаниям, своим порывам, своим импульсам проявляться естественно, пока вы не перестанете их подавлять. Ситуация будет складываться именно так. Да? То есть, вам будет сложно. Это первое. То есть, это вопрос уверенности в себе и вопрос самооценки вашей. Дальше. Теперь если говорить о том, как завязать знакомство. Да. Довольно интересно выглядит ваш выбор знакомств. То есть, вы хотите познакомиться на улице. То есть, в транспорте, театре, тренажерном зале. Это места, где вы, в первую очередь, занимаетесь какой-то деятельностью. Да. То есть, это место, где вы, куда вы пришли, для того, чтобы что-то делать, для того, чтобы чем-то заниматься. Да? Я полагаю. Значит. И рассуждать нужно только с этой позиции. что я сперва здесь что-то делаю. Я сперва здесь чем-то занимаюсь. И только потом уже, только потом уже, я, значит, знакомлюсь с кем-либо. И, связывает меня с людьми, именно та ответственность, которая привела меня сюда. В это место. То есть, например, я пришла в тренажерный зал, чтобы тренироваться. И я, соответственно, могу разговаривать с мужчинами, в первую очередь, об этом. Да? О тренировках. И, соответственно, если я вижу, что человек хочет, ну, со мной познакомиться, но не делает этого. Значит, я, соответственно, начинаю разговаривать с ним о упражнениях. То есть, например, там, выйду в какой-то момент, да, выйду в какое-то время. И, соответственно, спрошу у него, вот, не могли бы вы мне, например, помочь с тренажером каким-то. Или, может быть, что-то еще. Вот. Причем, однозначно, однозначно нужно проговаривать это. То есть, прежде чем, прежде чем реализовать это, вам нужно обязательно это проговорить. Порвать несколько раз, как это будет, чтобы уже на уровне, вот, рефлексов, да, чтобы вам было проще. Чтобы вы не думали именно над словами, да, чтобы вы именно, вот, уже просто сказали и все. То есть, здесь не нужно думать, думать. Знаете, тем больше вы думаете при, ну, при желании сказать что-либо, тем больше вероятность того, что у вас ничего не получится. Потому что, как бы, здесь важен импульс, здесь важно именно ввязаться в драку сперва, как говорится, да. Вот. Соответственно, тот самый относится и к театру. То есть, если вы, например, в театре, то вы, значит, опять же, разговариваете с мужчиной, ну, именно об этом. Потом, по поводу чего вы, собственно, в этом месте, вот. Если вы не знаете, опять же, что говорить, что это один момент, а если вы не знаете, как себя вести, это же вопрос вашего поведения. Вот. То есть, вы чего-то боитесь. А как, как можно себя вести? Как вы хотели бы себя вести? А как вообще, по вашему мнению, правильно себя вести? Ну, вот, именно, именно по вашему мнению, как вообще нужно себя вести? Вот. То есть, насколько вы принимаете себя, да, насколько вы цените себя, и, самое главное, какая модель поведения вами, ну, интерпретируется, интерпретируется как, ну, более лучшая, более правильная. И, может быть, ее тоже стоит, скажем так, ну, обкалибровать. Вот так. То есть, если говорить о калибровке, то это, опять же, перед тем же веркалом, да, вы просто стараетесь выглядеть и вести себя так, как, например, вот нужно в определенный момент. И для этого вам необходимо, опять же, представить себе, что вы в данную конкретную секунду, например, например, находитесь именно вот в этой ситуации. То есть, поймите, у знакомства должен быть повод. Поэтому на улице знакомиться могут далеко не все. У каждого человека есть способность из ничего создавать диалог. Например, такой человек подходит и говорит, допустим, мужчина, здравствуйте, девушка, ели ли вы там когда-нибудь, например, сейчас, вот сейчас, или бывали ли вы там, например, когда-нибудь на Гавайях? Вот, девушка такая известная, говорит, нет, я не была никогда на Гавайях, а вы, типа, или даже, она может ничего не спросить, а мужчина сам, например, скажет, и я не был, но, знаете, вот, есть, допустим, хороший гавайский там ресторан, который я знаю, и куда я все хочу пойти, но одному как-то не хочется, не создают ли вы мне компанию. Например, понимаете, но далеко не каждый человек может вот так себя вести, далеко не каждый человек так может начать диалог, ну, примерно, да, вариантов там может быть очень много. Вот, и поэтому вам необходимо проанализировать свои сильные стороны и свои предпочтения, это тоже важно. То есть, например, при таком знакомстве, при знакомстве, вот, как я описал, довольно высокая вероятность того, что, ну, допустим, допустим, довольно-довольно высокая вероятность, что знакомство будет, ну, таким, знаете, поверхностным, то есть несерьезным. И здесь уже многое зависит от того, чего хотите именно вы, что нужно именно вам. Потому что, если вы хотите более серьезного знакомства, что это, в принципе, ваш выбор, это ваша, ну, вот, ваша позиция такая, то для этого нужно, чтобы вас что-то объединяло с человеком, по-другому не получится. И если вас будет что-то объединять, если вы, ну, если у вас будет что-то общее, то будет гораздо легче. А общее может быть только на основе деятельности. А общее на основе деятельности может быть только в том случае, если вы уверены в том, что вы делаете. А уверены в том, что вы делаете, вы можете быть только в том случае, если вы вообще в себе уверены. И принять другого человека вы можете, опять же, только в том случае, если вы сами себя принимаете. Понимаете? Какая история здесь. Вот. Поэтому, я думаю, так можно вам ответить на ваш вопрос. Проблема общения, проблема общения, она достаточно часто, частое явление. В, ну, вот, в мире, в мире, в реальном, в современном мире. И это всегда связано с внутренними блоками, определенными. Может быть, родительскими запретами, чем-то еще, какими-то еще моментами, да, вроде страхами. Со страхами это может быть связано, со стрессами, с комплексами. Вот. То есть вариантов, в принципе, достаточно много. И вопрос в том, чего вы хотите. Понимаете? Если вы хотите быть свободной в общении, во взаимодействии с людьми, это одно. Свобода во взаимодействии с людьми позволит вам, например, ну, допустим, выбирать всех людей, которые вам нужны рядом. Ну, то есть, то есть, не соглашаться на то, что есть, да, а выбирать именно тех, кто вам действительно нравится, тех, кто вам действительно симпатичен. Например, если вы просто хотите наладить общение с каким-нибудь мужчиной, сделать это можно. Вот. Через то же зеркало, через проговаривание фраз, да, ну, я имею ввиду через обработку вот этих вот элементов поведения своего. Вот. Все это можно сделать. Но тогда есть риск вероятности, что с мужчиной у вас будут, например, отношения, ну, такие, знаете, недостаточно искренние, недостаточно чувственные. И дальше, ну, в жизни вы сможете испытывать негатив из-за этого. То есть, какие-то желания, которые видят вам сейчас для того, чтобы, ну, познакомиться с мужчинами, они будут удовлетворены потом. Но дадут особычать другие желания, которые не будут удовлетворяться. И отсюда, из-за этого, могут возникнуть трудности именно между вами. Вот. Чтобы этого избежать, необходимо изначально быть свободным. Ну, по крайней мере, по крайней мере, так можно сделать для достижения наибольшего эффекта. Но вам уже выбирать. Например, вы можете посмотреть на свое гендерное поведение, да. Если вот теленаправленно хотите только с мужчинами познакомиться, то гендерное поведение. То есть, какая вы женщина, какое поведение женское вам нравится, какой образ женский вам по душе, и какой мужчина будет с такой женщиной, с таким человеком, да. Вот. Подумайте, как следует, с чего вы хотите. Подумайте, как следует, о своем запросе. Потому что, как я уже сказал, вопрос знакомства – это одно, а проблема общения – это другое. Вот. И, исходя из своих запросов, я полагаю, уже можно будет наметить определенную стратегию работать с вами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!